Библейский портал экзегет.ру представляет Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя в холода разожгли огонь и приняли всех нас. Когда же Павел, набрав множество хвороства и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя из жара, повисло на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верный этот человек-убийца, когда его, спавшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, то есть Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго, видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. То есть такая вот история. Мы помним, что из 27 главы, что все спаслись, все вышли на берег. И там, как пишет евангелист Лука, были иноплеменники и люди, живущие как аборигены, но, тем не менее, были людьми достаточно гостеприимными. Они приняли всех, большое количество людей, мы видели 276 человек, разожгли, наверное, огромный такой огонь. Может быть, сели как-то по несколько человек возле разных, да, скорее всего, так и было, несколько костров. И по причине дождя было холодно, они начали разводить эти костры, чтобы обогреть людей. Ну, представьте себе, сколько в море это неуютные каюты, да, и некомфортабельные яхты, где тепло. Это море, это холодно, это деревянный корабль, в общем, никакого отопления там, конечно же, не было. Поэтому, действительно, как мы видим, что они достаточно были, вот, и, может быть, некоторые из них были больны уже, и был достаточно серьезный холод. Вот здесь происходит другое событие, когда апостол Павел стал подкидывать хворост, видно, там к хворосту, по причине того холодно, змея так прилипла, и мы знаем, что змея, это ехидна, она впадает, змея впадает в такое состояние как бы сна. Она, наверное, залезла в этот хворост туда подальше, куда-нибудь вглубь, и впала в такое состояние, что называется, симбиоза, то есть спячки. Но когда апостол Павел, видно, поднес ее к огню, здесь пошло тепло, и она зацепилась за рукав апостола, и, как видно, из-за того, что иноплеменники ожидали, что он умрет, она его укусила. Но апостол не потерпел никакого вреда. И здесь исполнились слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Марка, можем их, в принципе, открыть, даже прочитать, когда Господь после своего воскресения являлся своим учеником, то он говорил им следующие слова, это 16 глава, вот можно даже из 16 стиха. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И 17 стих. «Уверши будут сопровождать сей знамени, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и, если что смертоносно выпьют, не повредит им». То есть видим, что Господь Иисус Христос говорит о том, что если будут брать змей, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Потому как Спаситель знал, что в каких местах придется проповедовать апостолам, что они полны и всяких гадов ядовитых. Но если человек будет веровать, если человек будет веровать, что он и делает дело Божие, прославлять Бога, то Бог сохранит его от всяких козней и даже таких вот историй, которые здесь произошла с апостолом Павлом. Мы видим, что, конечно, апостол Павел должен умереть, это страшная ядовитая змея, ехидна. Но он остается в живых. Почему? А потому что смерть человека, она не зависит от воли человека или от воли змеи. Смерть человека зависит от воли Божией. Если Богу необходимо человеку продлить жизнь, он ее продлевает. А если необходимо ее прекратить, Господь своим промыслом ее останавливает. Почему так происходит? Почему мы иногда задаемся таким себе вопросом, почему там человек злой, он так живет долго, а человек какой-нибудь добрый, проповедник хороший, столько дел творил. И вдруг там погиб или убили человека. Бог просто смотрит, в каком состоянии человек находится в лучшем, чтобы сохранить его для Царствия Божия. Поэтому, если умер человек в молодости, но был действительно хорошим человеком, добрым христианином, это говорит о том, что Бог его сохранил для жизни вечной. Если бы, возможно, Бог ему продлил жизнь, он бы, может, не выдержал каких-то искушений, отпал бы от церкви, отпал бы от Бога и отпал бы от вечности. А тот человек злой, которого Бог сохраняет ему жизнь, возможно, сохраняет, чтобы хотя бы человек на смертном мандре покаялся и подобно разбойнику вошел бы в Царствие Божие. Как сказано, мои мысли не ваши мысли, говорит Господь, и мои пути не ваши пути. Итак, эти люди думают, что действительно апостол — это Бог, потому как ему ничего не повредило. Но он действительно, если так сказать, апостол Павел — Бог с маленькой буквы. Как сказано, Бог по благодати, стремящийся все, как об этом и сказано в самом начале истории человечества, что Господь создал человека по образу и подобию Божию. То есть, чтобы человек стал подобен Богу, который его сотворил, который есть любовь. Вот что по этому поводу пишет Беда Достопочтенный. Цитата. Так нечистый дух, по поводу того, что змея укусила апостола Павла, так нечистый дух, отогнанный от сердец верующих людей пламенем добродетелей, старается влить яд гонений проповедующим истину, чтобы тем самым ранить руку, то есть воспрепятствовать делу духовного учения. Конец цитаты. Видим, что Беда Достопочтена видит здесь такой интереснейший смысл, что подобно тому, как эта змея кусает апостола Павла за руку, он говорит, так и некоторые люди, они стараются укусить и ущипнуть тех людей, которые проповедуют Слово Божие, дабы остановить их проповедь. Но, как мы видим, ничего из этого не получается, потому как, говорил, по-моему, слова Иустину мученику, они принадлежат, если я не путаю, если Бог с нами, кто против нас, и если я и Бог — это уже большинство, причем подавляющее. Итак, около того места, продолжаем далее, седьмой стих. «Были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и трижды дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, проходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. Мы видим, что они выплывают на другой корабле, потому что тот корабль был уже непригоден, ему просто разбило волнами. И вот другой корабль, который там зимовал, они отплывают на нем. И приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Видим, что они находят христиан в городе Птиоле, пробывают там какое-то время, как они просят их, три дня. И далее, теперь уже последнее. Здесь путешествие апостола Павла, последние километры до города Рима, до которого нужно было идти по суше. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Видим, что христиане Рима, услышав о том, что приближается апостол Павел, они, оказывая все гостеприимство, выходят и встречают его. Три гостиницы, как пишут историки, было совсем недалеко, это как был пригород Рима, где можно было остановиться. И мы видим, что Павел ободрился, и, конечно, увидев своих христиан, радость, это всегда радость. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Почему так? Ну, по всей видимости, ну, во-первых, Павел был римский гражданин, а во-вторых, нельзя думать о том, что апостол Павел идет без сопроводительного письма. То есть не все узники сопровождались, но апостол Павел наверняка, потому что его дело рассматривал и Фест, его дело рассматривал и Агриппа. Наверняка было письмо, где они обращались к римскому императору со словами, что не находят в нем никакой смерти, но он требует сюда кесарю, поэтому отправляем его к тебе. Рассмотрев это письмо, они поняли, что гражданин римский, в принципе, никакой не преступник, поэтому ему надо посадить в следственный изолятор такого, ну, под домашний арест, скажем. Через три дня Павел, созвав знатнейших из иудеев, мы видим, что ему разрешается и общаться с людьми, и созвать собрания. И когда они сошлись, говорила мужи-братья, не сделать ничего противного против народа или отеческих обычаях, я вузов из Иерусалима передан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так, как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали от тебя из иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Видим, что апостол Павел обращается к ним, говорит, зачем он здесь. Иудеи, наверняка, иудеи Рима знали, кто такой апостол Павел, но они говорят, ничего дурного, мы о тебе не слышали, никаких писем, никаких слухов не было. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, теперь они хотят, уже обращаясь к апостолу Павлу, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Они убеждались словами его, а другие не верили. То есть, произошло раздвоение такое, то есть, одни убеждались, а другие нет. Будучи же не согласны между собою, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова, хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом слышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубило сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Мы видим, что апостол Павел приводит известнейший им текст мессианского такого характера из пророка Исаия. Итак, продолжает свою речь, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года, два года на своем иждивении и принимал всех, приходящих к нему, проповедовать царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением, невозбранным. Итак, мы видим, что апостол Павел долгое время живет в Риме, целых два года. К ним им приходят иудеи. Наверняка многие, как и пишут отцы церкви, многие из них уверовали в проповедь Иисуса Христа, в проповедь апостола Павла, уверовали в Иисуса Христа, но некоторые так и остались неверующим, неверующими. Все ярче и ярче становится понятно, почему апостол Павел требовал суда кесаря. Два года пробыть в Риме, два года проповедовать, это, в общем-то, для каждого миссионера немалый срок, и для людей, которые слушают в течение двух лет человека, проповедующего о Царстве Божьем, тоже есть время, чтобы и все осмыслить, и принять решение. Евангелист Лука не описывает в дальнейшие события, что апостол Павел был усечен мечом. Об этом мы узнаем уже из церковного предания. Почему это происходит? По той причине, что наверняка деописатель отлучился уже по какой-либо причине Евангелист Лука от апостола Павла, и поэтому не был свидетелем происходящих всех дальнейших событий, либо по другой причине, тоже, как говорят некоторые, что некоторые главы из книг Деяния апостолов были утеряны, где Евангелист Лука описывал и как апостол Павел предстал перед суда кесаря, и был, как римский гражданин, усечен мечом. И та версия, и та версия, возможно, она имеет свое, действительно, веские свои аргументы, но, тем не менее, для нас важна сама целостность книги Деяния апостолов, то, что Бог оставил своим промыслом для нашего назидания. Для нас тоже и важно то, что есть и церковное предание, которое нам помогает в большей мере, которое есть Дух Святой, даже еще в церкви, помогает нам в большей мере понимать многие тексты Божественного Откровения и дальнейшие события, которые происходили в церкви. Мы видим, что в книге Деяния апостолов нет слова «Аминь». Почему? Потому что история церкви продолжается, она не закончена. Церковь, Святая Соборная Апостольская, ведомая Духом Святым, и до сего дня продолжает дело Благовестия, Евангелия, призывая людей к покаянию, дабы все мы достигли Царствия Божия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова